Венгрия стала первым стратегическим партнером Кыргызстана в Европе. Глава государства 28 и 29 сентября совершил официальный визит в Венгрию. В ходе визита президент встретился с премьер-министром Виктором Орбаном. По итогам двусторонних переговоров была подписана совместная декларация между двумя странами о стратегическом партнерстве. Также Соренбай Джинбеков встретился с президентом Венгрии Яношем Адером и председателем национального собрания Ласло Кевера. Подробнее о официальном визите в Венгрию расскажет Кундуз Кадатаева. Кыргызско-венгерские отношения на сегодняшний день динамично развиваются на основе взаимного уважения. После официального визита премьер-министра Виктора Орбана в Кыргызстан в 2018 году наше сотрудничество получило новый импульс. Очередная встреча главы правительства Венгрии Соренбай Джинбекова оказалась очень плодотворной. По итогам переговоров была подписана декларация о стратегическом партнерстве и солидный пакет документов, в числе которых меморандум о создании Кыргызско-венгерского фонда, который направлен на финансирование проектов кыргызских предпринимателей. Оборотные средства в 50 миллионов долларов, которые намерена выделить венгерская сторона, будут направлены на развитие отечественного бизнеса, в том числе и кыргызско-венгерских совместных предприятий. Соренбай Джинбеков отметил, что создание Кыргызско-венгерского фонда внесет значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса в стране в постпандемический период. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что в случае, если 50 миллионов долларов будут потрачены, то финансирование фонда увеличится. Призвано профинансировать сотрудничество двух стран, особенно совместных предприятий. Мы договорились с господином президентом о том, что если эти деньги будут потрачены, мы эту сумму увеличим. Главная особенность фонда заключается в том, что 50 миллионов долларов, которые будут выделены в Венгрии, это не кредит. В последующем эти денежные средства не станут дополнительной обузой для госбюджета. Денежные средства правительством Крыговской республики не берутся в качестве долга. Это будет фонд, который планирует выдавать низкопроцентные кредиты для наших предпринимателей. И необходимо отметить, что данный фонд рассматривается как новый механизм экономического финансового сотрудничества. Значимость данного фонда положительно оценили эксперты. У бизнесменов двух стран появилась реальная возможность наладить прямые деловые контакты. Это, в свою очередь, придаст дополнительный импульс торгово-экономическому сотрудничеству. Учитывая то, что Венгрия занимает лидирующие позиции на европейской части континента по переработке продукции, при тесном сотрудничестве Кыргызстан может принять передовой опыт в Венгрии. Создание совместных перерабатывающих предприятий в сельских местностях Кыргызстана даст положительный экономический эффект. Нет, 50 миллионов долларов – это не долг, и она в бюджет не идет. Она будет создана, как у нас российский кыргызский фонд есть, вот на миллиард долларов, на двух миллиардов, да, созданный. Вот такой фонд, она будет использована только для бизнеса. Такое сотрудничество позволит предпринимателям двух стран обменяться опытом. Как известно, в Венгрии славится опытом в машиностроении. У Кыргызстана же в этом направлении есть большие перспективы. Совместная деятельность специалистов в Венгрии и Кыргызстана может стать хорошим подспорьем для развития отечественного машиностроения производственной инженерии. Поэтому их поддержка и помощь для нашей страны, конечно, очень нужна. Я думаю, что очень своевременно был визит организован нашего президента в Венгрию. Несомненно, наверное, теперь будет обмен такими рабочими делегациями в отрасли технологии, производства новой техники. Кыргызско-венгерский фонд развития может стать хорошим подспорьем для развития малого и среднего бизнеса, которые понесли немалые потери в период пандемии. Суром Байджинвиков выразил уверенность, что для отечественных предпринимателей данный фонд откроет новые возможности на рынке Венгрии и Европы в целом. В рамках официального визита Суром Байджинвиков также встретился с президентом Венгрии Яношем Адером. Главы двух государств обсудили вопросы рационального использования водных ресурсов и защиты экологии. Данный вопрос обретает все большую актуальность с учетом таяния ледников и современных глобальных вызовов. То, что официальный визит президента Кыргызстана Суром Байджинвикова имеет хорошие результаты, отметил и председатель национального собрания Венгрии Ласло Кёвер. Он подчеркнул готовность наращивания совместной взаимодействия, в том числе и через такие проекты, как Кыргызско-венгерский фонд развития. Еще одним ключевым соглашением между странами является открытие прямого авиасообщения по маршруту Бишкек-Будапешт, который станет важным фактором для сближения двух народов. Нам надо связать наши страны прямым рейсом. И мы договорились с господином президентом, что между Будапештом и Бишкеком обязательно открыть прямой рейс. Юридические финансовые условия мы создаем. Так что мы надеемся, что рейс в ближайшем будущем отправится в путь. Президент Сурумба Джинбеков отметил готовность к укреплению сотрудничества с Венгрией по всем направлениям. Сегодня двусторонние отношения между странами выходят на новый уровень стратегического партнерства.